Ну, Севастополь, скажем так, уникальный город. То есть вместе с Россией он пережил все ключевые события истории. И вот, может быть, поэтому у нас никогда и не иссякнет вот такой творческий, исследовательский потенциал, когда хочется дополнить какие-то факты, открыть что-то новое. Наталья Терещук изучением истории Севастополя занимается уже не первый десяток лет. Для российского издания она подготовила статью «Севастополь в период обороны 1941-1942 годов». Долгое время истинные цифры и факты этого периода истории скрывались. Сейчас все документы открыты для исследователей. Там четко фиксировались сведения о разрушениях, сведения об убитых и раненых жителях города. То есть, кроме того, фиксировались, допустим, все же вражеские налеты. И если мы даже посмотрим по вот этим сводкам, то, например, четко видно, что в апреле месяце, допустим, у нас 30 календарных дней. Вот 26 дней это фиксировались вражеские налеты. То есть, практически бомбили Севастополь каждый день. В журнале исторические факты идут в хронологической последовательности. От основания города до послевоенного периода. Ольга Вицкая рассказала про Севастопольский год в жизни адмирала Колчака, когда он был командующим Черноморским флотом. В это же время, допустим, моряки, офицеры начинали сбор средств на создание живописного произведения, картины, посвященной бою русских кораблей с Геббином. И вот в этот момент Александр Васильевич консультирует художника о том, как нужно было написать брызги на полотне. Все эти моменты, они как-то раньше уходили в какую-то тень. И вот об адмирале мы знали только как об адмирале. То есть его человеческие качества, его человеческая жизнь, она была неизвестна. Издание получилось как бы удачное. Очень много уже позитивных отзывов на этот журнал. Ну и, конечно же, предложения о дальнейшем сотрудничестве.